ПЕРСОНА ГРАТА Сегодня у нас в гостях музыкант, джазовый исполнитель Аркадий Фиглин. Здравствуйте, Аркадий. Добрый день. Аркадий, я бы хотела начать наше знакомство с цитаты, если вы мне позволите. Впервые в истории джаза выходец из России Аркадий Фиглин занял первое место на одном из самых престижных в США конкурсов джазовых пианистов. В жюри были известные чернокожие джазовые исполнители и композиторы Оливер Джонс, Рон Мэтью, Эрик Рид. Это я прочитала выдержку из газеты выпуска 1998 года. Да, совершенно правильно. Вот мне очень интересно, Аркадий, хотелось бы узнать, как мальчик из Саратова, я так понимаю, совершенно далекий от джазовой культуры, нетипичного цвета кожи. Нет. Вот скажите, пожалуйста, как вы к этому пришли? Вот с чего начиналась ваша жизненная творческая история? Ну, я думаю, что, наверное, я не знаю, если начать с самого начала, то я стал играть на фортепиано в очень юном, нежном возрасте. Я думаю, что мне было не больше трех лет. И именно играть я не говорю о том, что я стал подходить и бить по нему игрушками. Нет, я именно играл, как мне говорили мои родители. Я подбирал песни, которые звучали по телевидению, по радио. А в каком возрасте вы начали импровизировать? Ну, так, наверное, это и есть первая импровизация, потому что я же не мог подбирать буквально эти мелодии, которые звучали вокруг меня. Наверное, я тогда и пытался восполнить недостаток опыта импровизации. Но что касается, если серьезно, то импровизировать, то можно сказать, что первый раз я столкнулся с джазом. Мне, наверное, было в районе 9-10 лет. И как раз я услышал о этой концепции импровизации. Что это были из музыканты? Это была пластинка, но это не были живые музыканты. Вы же понимаете, речь идет о 70-х годах, и не просто в Советском Союзе, а о Саратов. То есть живых музыкантов. Там были, разумеется, любители джаза. И была целая группа, в том числе и мой собственный дядя был один из больших, известных очень любителей и фанатиков джаза. Но первая пластинка, я даже не помню, как попала ко мне, но, по-моему, это был Луи Армстронг. И на самом деле первый раз я стал играть джаз на ударной установке, потому что у меня была дома самодельная ударная установка. Это была моя первая встреча с джазом, не фортепиано. Но, разумеется, к тому возрасту я уже был в музыкальной школе, и был, так сказать, обычный, хороший ученик, послушный, который занимался, все делал, его хвалили. Я уже занимался... Как же случилось, что вы занялись джазом? На тот момент это было скандально. У меня, в общем, да. То есть к этому времени, к 10 годам, к этому возрасту, у меня уже был вполне приличный опыт, потому что, скажем, 7 лет опыта игры на фортепиано, конечно, разумеется, помогли. И я уже абсолютно мог играть все, что я слышал вокруг. Это были, ну, естественно, советские песни, различные даже какие-то иностранные мелодии, которые иногда прорывались на советское радиотелевидение. Я смотрел очень много телевизора. Я до сих пор смотрю, я каюсь, я знаю, что это очень плохая привычка. Все время слушал радио. Ну, смотря что, если вы смотрите НТВ, это хорошая привычка. Все время, 24 часа на моем телефоне, на телевизорной компьютере, да. Вот, так что, разумеется, мне этот опыт помог, потому что основа... Вы из музыкальной семьи? Вы знаете, я не могу сказать да и нет. Дело в том, что мои родители не были профессиональными музыкантами, но, как я выяснил уже позже, профессионально, у них у обоих был абсолютный слух. У меня нет абсолютного слуха. У них был. Парадоксально. Да, у них был потрясающий абсолютный слух. Они слышали любую фальшивую ноту, когда я занимался дома. Они кричали мне с кухни, что я ошибся и взял не ту ноту. Но они не были профессиональными музыкантами и немножко играли, разумеется, пели. Мой папа обожал. У него было, так сказать, не очень веселое детство, потому что он играл на скрипке, был, в общем, вундеркинд по тем временам, но, так сказать, другие времена, другие люди. И его отец, мой дед, по достижению моим папой где-то, может быть, 10-11 лет, он просто сказал, что он не хочет, чтобы мой папа больше тратил время на скрипку и, так сказать, занимался лучше в школе, спортом. И, короче, он на своем настоял, и, в общем-то, это немножко было. Конечно, мой папа всю жизнь... Родители ломают. Да, да, да. И они, наверное, не хотели уже делать это с вами. Да, да, да. То есть я не помню ни одного случая вообще, чтобы меня заставляли. Но это и не нужно было. Мне никогда в жизни, я не помню, чтобы мне сказали, иди играй, иди занимайся. Не было такого случая ни разу. Это я помню. Может быть, когда мне было 4 года, это тоже вряд ли. Обычно, да, музыкальная школа ассоциируется с маленькими мальчиками, которых родители учат играть на скрипке, заставляют их учиться. С вами такого не было. Это всегда было ваше желание. Абсолютно. Не было такого случая. Мои родители даже не всегда знали мое расписание в музыкальной школе. То есть они знали фамилию моего педагога, но по остальным предметам я даже сомневаюсь, чтобы они были в курсе. Тем более, что, благо, музыкальная школа находилась от меня в 5 минутах ходьбы, я ходил туда сам, начиная с первого класса, поэтому они даже не знали. То есть это была полностью моя идея, и, так сказать, полностью... Аркадий, а что было дальше? Мне очень интересно, как формировался ваш музыкальный вкус в те далекие советские времена. Ну, собственно, все происходило путем прослушивания пластинок. И как только мой, так сказать, интерес стал проявляться все больше и больше, я стал изыскивать возможности и, так сказать, находить все больше и больше пластинок, в том числе, как я сказал, мой дядя был очень большой любитель. У него была коллекция джаза. Ну и, разумеется, все остальное, так сказать, саратовское джазовое комьюнити жутко обрадовалось, что в их рядах появился молодой талант. И меня стали снабжать записями. Ну и, разумеется, так сказать, вот так и пошло. И я только слушал, слушал, садился и повторял. Садился и повторялся. Если что-то не получалось сразу, я все равно хотел повторить. Я сидел и добивался, пока я не повторю полностью то, что я слышал. Включается, так сказать, и гармоническая сторона джаза, и мелодическая, разумеется. И в то же время я стал импровизировать практически сразу, потому что я как-то понял сразу, что такое импровизация. Первый ваш концерт. После музыкальной школы было музыкальное училище. А вот ваш первый сольный концерт вы можете вспомнить? Где это было? В школе, в училище? Естественно, в школе я занимался, так сказать, обычным классическим фортепиано. Там были концерты, разумеется. А джазовое, это был первый раз, мне было 12 лет. Я в Саратове вышел на фестиваль, на саратовский фестиваль джаза. И у меня было 12 лет, и это был мой первый выход. Я играл программу полчасовую. Даже где-то хранится, по-моему, даже есть аудиозапись этой программы. Так что это был мой первый прорыв. Как вы попали на конкурс в Соединенные Штаты? Он проходил, по-моему, в Лос-Анджелесе? Нет. Этот конкурс проходил во Флориде, в городе Джексонвилл, Флорида. Это конкурс, который проходит ежегодно. Это конкурс, который называется The Great American Jazz Piano Competition. И проходит он по очень простой, очень логичной структуре. Сначала все потенциальные участники посылают свои записи в оргкомитет. И какое-то время комитет занимается тем, что он прослушивает записи. Запись, хоть и называется American Competition, На самом деле, конечно, туда приходит запись со всего мира, потому что это один из самых, я бы сказал, не один, а просто один из двух наиболее уважаемых и значимых джазовых конкурсов в Америке. Второй – это конкурс Толониуса Монка в Вашингтоне. И да, система такая. То есть печатается объявление во всех джазовых публикациях на интернете. Тогда интернета, по-моему, у меня еще даже не было. И вот я послал свой материал. И сотни и тысячи вот этих материалов они прослушивают довольно долгое время. И потом по этим материалам выбирается сразу пять человек. То есть, разумеется, это… Из тысяч заявок выбирается пять? Да, да, да. Разумеется, из, я не знаю, какого числа, астрономической. В этом смысле, конечно, даже сейчас подумать об этом страшновато. Сколько вам лет было на тот момент? Мне было 30, наверное, 5 лет, 35 лет. Я уже был в Америке к этому времени, 5 лет я был в Америке. Но до приезда в Америку я уже успел отметиться на двух конкурсах, еще будучи советским пианистом. Также первым из советских музыкантов я получил третью премию в Париже на первом конкурсе. Это был первый конкурс имени Маршаля Саляля. То есть он называется имени Маршаля Саляля. Но Маршаль Саляль тогда был жив и сейчас жив. В прекрасной форме он великолепный, знаменитый французский джазовый пианист. И это он организовал конкурс. В 89-м году, в октябре, еще раз повторяю, был первый международный конкурс. Точно так же я послал заявку из Советского Союза. И были отобраны три пианиста. И я... В их числе были? Да, я был в том числе. И там немножко было по-другому. Там было три тура. Я прошел через все туры, дошел до финала и получил третью премию. Причем поделив ее с другим выходцем из Советского Союза, который жил тогда в Америке. Сейчас он живет в Германии. Семен Набатов. Вот. Так вот это был, так сказать, мой первый... Опыт, но очень быстрый. Да, в конкурсах, да. И, так сказать, жюри состоял из звезд. Возглавлял жюри Томми Флэннеген. Это постоянный партнер Элла Феджералд. В течение, наверное, 30 или 35 лет. Ее постоянный пианист. И все буквально европейские джазовые звезды. Так сказать, вот с таким экспериментом, с таким опытом были еще другие конкурсы. Я потом переехал в Америку в 91-м году. Вот, так что до 90-го... Да, 91-м. Значит, я в Америке уже был 7 лет, а не 5. Я аж, я извиняюсь. Вот. Так что вот таким образом я попал в Джексонвилл, Флориду. И до этого, кстати, первый... За год до этого я тоже подавал на этот же конкурс. Но у меня пришло письмо, которым уркомитет... Это очень интересное письмо. Они мне сказали, что я... Еще раз повторяю, там было всего 5 финалистов. Да. Мне сказали, что я был шестым номером. И меня отобрали... Не попали в спецерку. Я не знаю, это лично мне, или они всем так пишут. Может быть, они пишут всем тысячам пианистов. Но, по крайней мере, я это письмо получил. И так через год? Да. Я даже не думал, что я подам. Потому что, честно говоря, я немножко расстроился. Потому что я считал, что... Но через год все случилось. Через год все случилось. Я был отобран. Выиграли этот конкурс. Я выиграл. Я сыграл... Это всего один... Практически один тур. То есть, конкурс очень стремительно проходит. То есть, мы вышли сразу на финальный концерт. Пять пианистов. Четыре пианиста, которые представляли самые лучшие школы, консерватории, джазовые школы Америки. И я, который никогда в жизни ни одного дня не учился джазу. То есть, все это было только... То есть, мне до сих пор это немножко смешно. Это какая-то судьба, наверное. Да, я никогда не учился. Как вы к этому моменту отнеслись? Вообще, этот момент открыл вам какие-то дороги дальше в жизни? Ну, вы знаете, здесь нельзя сказать... Как бы однозначно, что он этот момент открыл. В плане карьеры здесь немножко все по-другому. То есть, по сравнению, когда, так сказать, в России я победил на конкурсе, который упомянул. Тут же я стал приглашаться на телевизионные передачи, на телевизионные программы. Тут же я записал несколько пластинок. Тут же появились статьи в газетах. Как-то интерес... Ну, разумеется, сравнивать две страны в то время это невозможно. Конечно, для России это было... Для Советского Союза это был большой... Наверное, я не знаю... В этой маленькой области джаза, наверное, это был большой шок. Вот. Потому что, когда я пришел на собеседование с... Меня пригласили в Мелодию, в студию Грамзаписи, на фирму Грамзаписи Мелодия, и говорил с директором, и он попросил меня, чтобы я рассказал про этот конкурс ему. И там сидело, так сказать, несколько человек, видимо, начальство, я так представляю. И они смотрели друг на друга, так вот разводили руками. Для них это была сенсация, да? А мы ничего не знали. И тут же мне было предложено записать несколько пластинок, что я и сделал. Так, а что было в Америке? В Америке, по приезде в Америку, ну как мы все. Я стал, так сказать, думать о том, как мне жить и чем мне заниматься, и стал искать работу. Но благодаря тому, что по образованию я классический пианист, я закончил институт Мегнесиных в Москве, классическое отделение и с дипломом солиста. Аркадий, скажите, пожалуйста, вот у меня есть в руках ваши диски, да? Вы могли бы немножко рассказать, что на них записано, да, что это за произведения именно на дисках, и где их можно приобрести? Да, с удовольствием, с удовольствием, я, так сказать, очень кратко могу. Я просто хочу сказать, что перед этими дисками я сделал несколько записей в Советском Союзе, но они были выпущены на пластинках, то есть LP, но я принес только диски CD уже показать. Первый диск я успел буквально перед отъездом записать еще в Москве, и на нем я играю современные классические произведения моего большого друга, великолепного композитора, который до сих пор живет в Москве, Александр Разенблат, и произведения, которые записал на этом диске, это были премьеры, это соната его вторая для фортепиано, и вариаться на тему Шопена. И когда, в общем, речь шла о записи, то есть речь шла сначала о записи его музыки, но когда мы выяснили, что всего это хватает, может быть, на 25-27 минут или что-то в этом роде, нам нужно было что-то еще, чтобы дополнить, и я предложил, в принципе, что до этого никто не делал раньше. Я говорю, почему же мне не записать джазовые композиции свои, это будет первая пластинка, когда пианист играет классику, играет джаз. То есть такого, по крайней мере, в Советском Союзе никто не делал. Леонид Чижик, конечно, играл рапсодию Гершвина в стиле блюз, но он никогда не записал, тем более в те времена ее, может быть, сейчас и есть запись. Но это был, пожалуй, единственный пример, когда человек играл какую-то классику и джаз. А вот такого, чтобы была именно запись студийной, такого не было никогда, и вот получилось очень даже неплохо. А как вы отбираете материал, который вы будете потом импровизировать? По поводу насчет именно этой конкретной записи? Нет, сейчас я... А, вообще, в принципе, импровизирую. Вы понимаете, это зависит от, ну, пожалуй, от концерта, который проходит в данный момент. Если я играю в трио, или я играю в каком-то, так сказать, большем составе или дуэтом, это, в общем-то, одна концепция. Если я играю один, то тут тоже возможны разные варианты. Или я играю полностью импровизационный концерт, то есть, где я вообще не знаю, что я буду делать в следующую секунду. Вы выходите на сцену, и вы не знаете, что вы будете делать в следующую секунду? Абсолютно. Абсолютно. Зависит от всего. Я играл такие концерты, я очень люблю играть такую музыку. Но здесь нужно... Вы знаете, есть особенность такая. Ваши темпоритмы, по-моему, ни с кем невозможно сравнить. Из того, что я слышала, вы настолько виртуозно перебираете клавишами. И как вы, когда вы выходите, вы говорите, что вы совершенно не знаете даже, что вы будете играть в этот момент импровизации. Что вы в этот момент чувствуете? У вас есть какое-то волнение или что? Что охватывает вас? Ну, вы знаете, волнение есть, но я практически никогда не испытываю. Есть разные виды волнения. Я никогда, может быть, мне повезло, но я никогда не боюсь сцены, когда играю джаз. Когда играю классику, я... Это же одна нота, и все испорчено. Да, вы правы, вы правы. Но дело в том, что когда вы исполняете, когда вы импровизируете в этот же момент, то вы входите в какое-то такое состояние, которое трудно довольно объяснить. Это именно... То есть вы совершенно чувствуете, я совершенно чувствую, так сказать, что я нахожусь одновременно и внутри себя, и снаружи себя. Я не знаю, это может быть не очень понятно. Это, наверное, какой-то психологический все-таки термин. Да, да, да. Я абсолютно не думаю о публике, но с другой стороны, публика очень влияет на меня. И не только публика. Влиять может все абсолютно. И рояль, и стул, если он низкий или высокий, и свет может влиять. И то, что я делал перед концертом, и то, что я делал вечером накануне, это все может влиять. Ну, конечно, вы же живой человек. Да, да. Но моя задача в том, чтобы все это выразить именно в музыкальной форме и донести это до зала, и сделать так, чтобы зал это принял. Потому что в итоге, как бы мы ни говорили о том, что это музыка для себя, о себе, в любом случае мы играем для публики. И в любом случае музыкант хочет получить от публики ответную реакцию. То есть я не могу полностью уходить в какие-то лабиринты, в сознание. Когда я играю один... Кто приходит на джазовые концерты? Какая публика? Я думаю, что разная. Я думаю, что разная. Опять же, зависит от того, где ты играешь. И, конечно, мы всегда очень хотим, я очень всегда хочу, чтобы приходила публика специфическая, которая знала, куда идет. Но попадаются люди, которые просто слышали, что есть вот джаз, или слышали, что есть, допустим, такой пианист. Поэтому это составляет определенную трудность. Ты должен просто пробиться через эту стенку, которая натурально, естественно, образовывается. Она есть в начале каждого концерта. Поэтому задача музыканта... Разделяющая зрителя. Да, да, да. Ты должен пробиться и, в конце концов, добиться того, чтобы эти люди не хотели, чтобы ты уходил. Аркадий, а на сегодняшний день куда можно пойти и послушать? Вот Нью-Йорк – это, в принципе, город джаза. Я знаю, что в Линдзе, в Линкольн-центре постоянно идут, у них разнообразная джазовая программа есть круглогодичная. Вот куда вы можете посоветовать пойти меломанам послушать настоящий добротный джаз? Ну, вы сейчас сами сказали совершенно верно, что какое-то время, не так давно, но довольно уже приличное время существует такая программа, которая называется «Джаз Линкольн-центре». И художественный руководитель этой программы – выдающийся американский трубач Уинтон Марсалес. И, так сказать, это очень хорошая, так сказать, программа, которая представляет зрителям музыку, джазовую музыку, но практически на любой вкус, круглый год. И, ну, я думаю, что люди, так сказать, прекрасно знают, где найти Линкольн-центр, они представляют, где он находится. И да, это, в общем, как бы… Это лучшее, что есть на сегодняшний день? Центральная, да. Это как бы центральная, я бы сказал, может быть, джазовая филармония, если бы я провести параллели с советскими временами. Это именно филармония. Это именно концерты филармонические в прекрасном зале. Вот. И… Но по поводу остального… Где можно найти конкретно вас? Что вы планируете? В данный момент, так сказать, как у многих музыкантов, у меня нет постоянного места, где я бы играл. Это было в прошлом, но это как бы реалии Нью-Йорка. То есть, мы играем, так сказать, где приходится, и, так сказать, когда какая-то возможность подвернется. Но, разумеется, я лично довольно, так сказать, не повезло в том смысле, что я не должен зависеть от этой работы материально, и я могу выбирать, с кем я хочу играть и когда я хочу играть. Поэтому здесь немногие музыканты могут себе это позволить. И, к сожалению, им приходится играть наряду с очень хорошими концертами и очень, как бы, средние и очень даже иногда и плохие концерты. То есть, они не могут выбирать и партнеров. Это все, так сказать, чисто профессионально. Финансовый интерес. Да, да, да. Если людям нужно работать, они работают. Да. Я еще раз могу сказать, что мне в этом смысле повезло, потому что я буквально с первого дня фактически приезда в Америку, я работаю. В общем, у меня нет такой, так сказать, необходимости зарабатывать деньги джазом. Поэтому я могу выбирать. И я в этом смысле очень человек придирчивый и долго думаю, прежде чем с кем мне играть и где это делать. То есть, я могу долго выбирать. С одной стороны, это хорошо, с другой, это не очень. Потому что иногда я настолько, так сказать, придирчивый, так долго выбираю, что это очень тянется долго. Аркадий, у нас время, к сожалению, заканчивается, да? Очень приятно было сегодня с вами познакомиться. Спасибо. И я единственное хотела спросить. Я обратила внимание, что люди, которые приезжают в Америку, и в зависимости от того, как складывается их карьера, как они могут себя самореализовать, и тогда они говорят, мы любим Америку, или мы не любим Америку, если у них что-то не сложилось. Вот вы как лично можете характеризовать? Вы любите Америку, у вас все сложилось? Это два разных вопроса. Сложилось все и люблю Америку. Да, я люблю Америку. Сложилось все или не сложилось. О чем вы еще мечтаете дальше? Ну, я мечтаю о многом. И, так сказать, как любой человек, если сейчас, так сказать, я могу представить огромный лист своих мечтаний. Но я думаю, что это, так сказать, это... Разумеется, я мечтаю больше играть и больше записываться. Но любовь к стране не должна зависеть от того, как ты материально устроился, и хорошо ли ты живешь. Раз мы сюда приехали, раз я сюда приехал, я знал, куда я еду. Может быть, не все так, но я лично знал, куда я еду. И, опять же, в моем случае, то есть, любовь к джазу, которую я испытывал с десяти лет, этому не повредило. И я уже... Я был готов практически к этой стране. Просто мне это заняло какое-то время. Но я был готов, я знал... Я всегда знал, что я... Я всегда хотел проверить себя. Мне никогда не было достаточно того, что я был лучше в Саратове или лучше в Москве. Мне этого всегда... Мне всегда хотелось проверить себя. А вот как... Как я буду выглядеть рядом с лучшими из лучших из лучших? А где самый лучший джаз? Мы все об этом знаем. Это в Америке. А где в Америке? Мы тоже это знаем. В Нью-Йорке. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Это была программа «Персона Грата». Сегодня у нас в гостях был музыкант, джазовый исполнитель Аркадий Фиглин. Оставайтесь с нами на телеканале НТВ Америка. Пенчина University во всех siteх прохожая в 19 who used yesterday's был в Евроке. У нас естьcutные поэты, гель, как и в Венегете, которые были в Америке в 19 в леких Until lui часиが одних водой, Играет музыка Играет музыка